Успешность бизнеса Создать оптимальный транспорт, лучший из всего возможного Мы шли к этому много лет Ставили перед собой только самые высокие планки Желали дать клиенту идеальный инструмент для достижения его цели Сегодня мы готовы к любым задачам Пройденный юнитский Stream Technologies путь Это опыт трудных побед, в котором закалялась наша команда Сегодня в компании более 60 конструкторских бюро 9 этажей проектного офиса Свыше 1000 специалистов Наша профессия – разработка, проектирование и эксплуатация комплексов USD Сформированы школы в инженерии и конструировании транспорта и инфраструктуры Компания имеет весь набор подтверждающих компетенции Аккредитована Национальной Академией Наук в качестве научной организации Постоянное развитие, высокие стандарты и самое современное техническое оснащение Стиль, которого мы придерживаемся Чтобы гарантировать наилучшие качества Мы стремимся сопровождать свои разработки от первого эскиза до воплощения Наш производственный центр – часть единой цепочки творчества, проектирования, изготовления комплектующих, финальной сборки и испытаний 20 цехов, 4000 квадратных метров и более 200 профессионалов Высокоточные станки с числовым программным управлением Возможность быстрой перенастройки и оптимизации Изготовление самых сложных элементов в самые короткие сроки Мы сами производим мотор-колеса, кузова и рамы наших юнимобилей Системы автоматики и безопасности Накопители энергии и электродвигатели Для того, чтобы достичь результата Мы построили несколько специальных сертификационных комплексов Разные виды дорог Различные модели транспорта Два типа климатических условий Около 60 гектаров испытательно-демонстрационных площадей в Беларуси И объединенных Арабских Эмиратах Собственные лаборатории Объекты энергетики и инфраструктуры Сервисные центры Диспетчерские Автоматизированные системы управления На этих площадках мы тщательно тестируем наши решения Чтобы убедиться в их эффективности, надежности, комфорте и безопасности Все решения UST проектируются, производятся и эксплуатируются В соответствии с международными нормативами В подтверждение этого в 2021 году мы впервые получили сертификат соответствия от TUV Southwest Ведущий в мире организации в области безопасности и качества Не останавливаясь на достигнутом Юницкий Stream Technologies неустанно совершенствует свою продукцию Мы знаем, что успешность бизнеса зависит от эффективности предлагаемых решений Основываясь на лучшем, что было до нас Не пытаясь подражать никому из тех, кто находится рядом Мы создаем оптимальные транспортные комплексы Настолько хорошие, насколько это вообще возможно Здравствуйте, дамы и господа Рад вас приветствовать сегодня на нашей встрече компании SkyWorld Community И, конечно же, речь пойдет о технологии О нашей технологии, которую люди, народ планеты Земля, объединившись, создали для себя и для всего остального Потому что эта технология именно людям и именно всему живому приносит пользу Ведь она не разрушает окружающую среду Конечно, с одной стороны можно сказать А как это меня касается? Я когда-то тоже думал, что А как может меня касаться транспортная инфраструктура планетарного масштаба? И в итоге понял, что сейчас, в 21 веке, действительно может Ведь интернет объединил нас Объединил, дал нам поделиться своим опытом, своими знаниями, истиной И объединяет нас для того, чтобы создавать то самое интересное и нужное Что сейчас действительно важно для прогресса То самое актуальное Ведь вы, наверное, знаете Народ с помощью объединения, с помощью интернета создал тысячи, так скажем, проектов, продуктов, услуг Которым сами и пользуются И являются совладельцами этих продуктов, услуг, то есть этих бизнесов То есть люди объединяются совместно для того, чтобы создать что-то лучшее, чем то, что есть на планете И сегодня речь пойдет о технологии, которая практически уже завершена Более восьми лет Огромное количество человек Огромное 600 тысяч человек Из более чем 220 стран и регионов мира объединились Для того, чтобы создать самую актуальную технологию на начало 21 века Потому что именно эта технология привнесет абсолютно другую скорость жизни Другую безопасность и качественно Автоматизацию и свободное время Как в существующие города Так между городами Так и в новом будущем мире, который мы с вами построим Давайте познакомимся Меня зовут Артем Курбанов И когда-то я ничего не знал о Анатолии Эдуардовича Юниска О том, что есть гениальнейший ученый Который всю жизнь отдал науке И создал целую серию технологий С помощью которой наше человечество может жить на нашей планете Земля В нашем космическом доме Тысячи лет С постоянным вектором на развитие Как это сделать? Это технологии Инновационные, экологические Те технологии, которые действительно можно использовать в биосфере Ведь эта технология Экологические технологии Они не нарушают биосферу Земли Мы с вами, люди, являемся частью биосферы И мы лишь всего лишь один Всего лишь один вид Из 12 миллионов видов живых организмов Просто мы самые влиятельные И технологии, которые вредят биосфере Они вредят и нам И сейчас каждый человек является частью этого Каждый человек решает Какими условиями, какими услугами Какими товарами, какими технологиями он пользуется И все в самокупности Мы выбираем общее направление Куда движется человечество Я думаю, что всем понятно Что множество технологий Приводят к расшатыванию Разбалансировке нашей природы И мы это видим сейчас по нашей погоде По тому, насколько серьезно стали последствия Природных катаклизмов По словам Анатолия Эдуардовича Именно Именно Экологические технологии Не вредят окружающей среде Они будут способствовать тому Чтобы у человека было все необходимое От этих технологий Но при этом балансировка улучшалась То есть мы приходили наоборот к балансу Сейчас же это не так И Анатолий Эдуардович Предлагает целую серию технологий Которые начинаются с транспорта Потому что это самый актуальный И, так скажем, самый быстроэффективный проект Который мы сейчас заканчиваем Но и последующие Как эко-города Гумус Электроэнергия И, так скажем, космическая программа Это все позволит человечеству На планете Земля жить в полном изобилии При том, что им всему хватает И состояние планеты Только улучшается И только успокаивается Это абсолютно возможно Если вы прочтете Хотя бы часть его работ Например, на его официальном веб-сайте Unitsky.engineer Вы там сможете найти с 66-го года Огромное количество работ От этого ученого И увидеть ту философию Которую преследует Этот гениальный человек Я считаю его В данный момент в своей жизни Одним из самых умных людей на планете Потому что он предлагает Не просто на десятилетия Комплекс технологий Нет, он предлагает Комплекс технологий На сотни лет вперед И совместно Все сферы Объединены вместе И это все он уже разработал И представляет для людей Кстати говоря За все это Что называет Экомир Целая серия технологий Первую из которых Мы сейчас успешно завершаем 15-й этап из 15-ти Вот вся эта серия технологий Называется Экомир И Анатолий Эдуардович В 2018 году Получил премию мира В Братиславе В Словакии За всю серию технологий А мы сейчас Завершаем лишь Так скажем В реальности В сертификатах В железе В бетоне Только самую первую Самую маленькую Самую земную Самую понятную Но Одну из самых Эффективных Которая даст Распространение И самим Экологическим Технологиям Решит Одну из важнейших Проблем Транспорт Его опасность Его вред Для всего Живого на плане Его модернизация И автоматизация И конечно Как его сделать Действительно Эффективным Это все Можно сделать Именно С помощью Тех решений Которые Анатолий Эдуардович Десятилетиями Прорабовал И улучшал Это не простой человек Не заурядного ума Огромное количество Образований И знаний Человек С самого детства И в течение всей жизни Изучал нашу природу Изучал разные технологии Модернизировал Изобретал И продвигал Создает Действительно Самые оптимальные Эффективные И безопасные Решения Мы это Те кто С этим проектом Те кто Работали с этим человеком Я один из них Я работал лично С Анатолием Эдуардович Он действительно Один из самых эффективных людей Которых Я знаю И у него Все схвачено Все под контролем То есть О таком руководителе Только можно мечтать Более 200 научных работ Написал этот человек Более 20 монографий 150 изобретений Несколько Грантов в БОН И конечно же Космическая программа И Та конференция Которая сейчас Намечается В Беларуси Все это уже Шестая конференция По безракетному Осво Проблемы Идеи Решения То есть Уже Следующие проекты При том что Этот не до конца Завершен Но на Успешной Прекрасной Ноте Сейчас И двигаться К своему завершению Параллельно Идет главный проект Предложил Еще более 40 лет назад Но все это Будет идти Параллельно Так скажем Помогая Друг другу И если хотите Узнать об этом Побольше Пожалуйста Заходите на Официальный Веб-сайт Анатолия Эдуардовича UnitSky Engineer Либо На ютубе Официальный Канал Анатолий UnitSky Там вы сможете Увидеть Потрясающие Фильмы Например Как Техногенная Цивилизационная Загрузка Или История Транспорта То есть Он Создает Можно сказать Пособие Учебный Материал Для того Чтобы показать Людям В какой Действительно Сейчас Ситуации Находится Человечество В каком Положении Сама планета Из чего Она состоит Как работает И что Сейчас С ней Происходит Из-за Нашего Использования Из чего Состоит Проблема Как ее Можно Решить И конкретные Предложения Решения Этой Проблемы Все четко Понятно То есть Каждому Человеку Даже Молодому Которому 10 15 Лет Они Смогут По Видео Действительно Взрастить Своё Понимание Хозяина Планеты Причем Хозяина С доброй Точки Который Заботится И ухар В своем Космическом Доме Как это Делает Анатолий Эдуардович Веницкий И можно Сказать Если Когда-то Это Для многих Не было Важно Сейчас Этих Людей Минимум 600 Тысяч Человек То есть За Более Чем Пять Лет Анатолий Эдуардович Передавая Свой Опыт Растил Огромное Поколение Можно Сказать Уже Несколько Два Поколения Дей Потому что Я вижу У друзей Семьи Взрослые Люди Давно Интересуются Инновационными Экологическими Технологиями Но у них Уже Подтягиваются Дети Смотрят Его же Фильмы Читают Его книги Для того Чтобы Увидеть А какое Будет Будущее Потому что Родители Верят В это Проверяют Это Изучают И на самом деле Потрясающе Смотреть Как Один Человек Может Создавать Целое Движение Движение На нашей Планете Поднимать Людей Делать Их Сильнее Мощнее И то Что Эти люди Объединяясь Создают Дамы и господа Но Это Действительно Фантастика И чудо Представляете 600 тысяч Человек Самостоятельно Объединились Без Банков Без Крупных Корпораций Без Государств Создали Транспортную Инфраструктуру Новую Причем Создали Ее И Офисы И Площади И Инженерная Школа Потрясающая Огромная До тысячи Человек Уже И собственные Заводы Создали И испытали И продемонстрировали Более чем 100 Представителям Из разных Стран Министров Королей Президентов И Мэров Городов И все это Доводим Сейчас уже До финала И уже Постойли Первый Адресный Проект И уже Начали Несколько Других То есть Представляете Насколько Огромные Возможности Сейчас есть У человечества Раз они Самостательно Могут Делать Такие Планетарного Размера Изменения Если Двигаться В логике Skyworld Community И наше Сообщество Будет Расти И скоро У нас Будет И 800 Тысяч Потом Будет 8 Миллионов А может Быть И 80 Миллионов Хотя Цель у Skyworld Community 10% Населения Планеты Чтобы Были Осозвободные И двигали Развивали Этот мир Туда Куда Они Хотят Туда Куда Действительно Стоит Развиваться Для того Чтобы Эта Планета Была Раем И Для Нас Для Наших Будущих Детей Конечно Же Эти Возможности Были Созданы За Количество Времени За Ресурсы Людей Но То Что Мы Сделали Дамы И Господа Это Действительно Стоит Внимание Потому Что Наши Заводы Это Передовой Уровень Станки По Пол Миллиона Долларов Мы Можем Делать Действительно Очень Высокачественную Продукцию Электрокар И Там Его Не Могли Сделать Прислали К нам На Заводы И Мы Его Осуществили Причем В Очень Высоком Качестве И Наша Инженерная Школа Конечно Же Тоже Не Перестает Удивлять И Мы Получили Почетное Звание Научной Организации В Республике Беларусь Таким Можно сказать Похвастаться Могут Далеко Немногие Около Десять Всего Предприятий За все Время Существования Беларуси Получили Настолько Высокий Титул Это значит Что Мы Действительно Безопасные Совестливые Очень Качественные Партнеры Которые Делают Лучше Транспортную Так Скажем Дорогу И транспорт Который Только Можно Представить Мы Сделали Огромный Путь И все Это Для Сертификации То есть Главная Задача Всего Проекта Это Сертифицировать Технологию То есть Просто Показать Этому Миру Где В нефти Эру Все Устоялось И кто-то Имеет Свой Очень Прибыльный Но Не Экологичный И опасный Неэффективный Уже Бизнес Для Человека 21 Века То есть Мы Не можем Дольше Стоять На месте 150 Лет Так Скажем Минимум Железной Дороги Ну Куда Необходимо Двигаться Дальше Согласен Марина Гордость За нас Всех Потому Что Мы Сделали Огромное Дело И Дамы Господа Мы Его Уже Сделали Остался Этот 15 Этап Уже Очень Скоро Мы Услышим О новых Проектах А этот Спокойно Будет Добираться До Своего Завершения И Нести Свою Пользу Капитализацию Дивиденды И Здоровье Всей Планете Ведь Мы Практически Закончили Сертификацию У нас Сертификация Настолько Много Что По Этим Сертификатам Уже Строятся Первые Адресные Проекты То есть Вы Понимаете Огромная Часть Готова Остались Только Самые Тяжелые Самые Сложные Самые Дорогостоящие Части Например Как Тяжелый Транспорт Перевозка Грузов 60 Тон Транспортное Средство Вместе С Грузом Наша Грузоперевозка Сможет Взять На себя Ту Перевозку Грузов Которая Существует Сейчас А это Хотел Бы Заметить Один Из Самых Прибыльных Бизнесов На Планете Но Именно Внефти РООН И стал Один Самых Коррумпированных Поэтому Не так Просто Инновационные Экологические Технологии Войти В Эту Сферу Потому Что Кто Потеряет Свою Прибыль И Кто От Этого Сильно Не Хочет И Не Важно Бизнесмену Что Гибнет Или Страдает Наша Планета Либо Что-то Живое Другое Это Неважно И Когда Теряются Деньги Анатолию Эдуардовичу Юницкому Важна Жизнь На Планете И Он Делает Абсолютно Все Для Того Чтобы Эту Жизнь Сохранить Поэтому Этот Транспорт Самый Экономичный Легко Интегрируемый Строится Куда Угодно И Мы Это Подтверждаем Сертификатами Причем У Международных Компаний Действительно С мировым Именем И Так Скажем Документы Сертификаты Которых Значат Значит Во Всех Странах То С помощью Подобных Технологий С помощью Подобных Мощностей Мы Создали Новую Транспортную Отрасль Уже Тестируем Уже Строим Уже Проехали С более Десяти тысяч Человек Я лично Сам катался На разных Видах Транспорта На разных Видах Трасс И Я благодарен Анатолию Эдуардовичу Что такое Вообще Возможно Потому что Честно говоря Раньше Я бы Лет Десять Пятнадцать Назад Я бы Наверное Не поверил Что У нас Получится Создать Новый Вид Транспорта Но Сейчас Я понимаю Что Реально Под руководством Подобного Руководителя Такого Гениального Инженера И конструктора Человека Который Держит Своё Слово И Который Хорошо Управляет Как своими Командами Своими Компаниями Своими Технологиями Их Патентами И ноу-хау То есть Одно Из высших Образований Замечу У Анатолия Эдуардовича Патентное Право То есть Наша Технология Защищена Вдоль и Поперёк И Он Её Отдаёт Людям Именно С людьми С народом Он Делает Эту Технологию Она Никогда Не превратится В коммерческую Технологию Она Будет Помогать Развиваться Всему Человечеству При этом Сохраняя Первое Правило Никому Не Навреди То есть Все Остальные 12 Миллионов Видов Живых Организмов На Нашей Планете Останутся Без Вреда При том Что Человек Будет Получать Ту Пользу Которую Ему Необходимо От Его Экологических Технологий Это Не Просто Система А Полноценный Комплекс Объединяющий Все Воедино И В итоге С помощью Общей Сети Он Объединит Все Города И Все Страны Ведь Это Комплексное Транспортное Решение И Она Сделана Максимально Гибко Чтобы Подходить И Ко всему Новому И Ко Уже Существующему То есть Это самое Безопасное В 2000 Раз Безопаснее Чем Транспорт Автотранспорт На первом Уровне Супер Экологичное Высокоскоростное То есть До 600 Км в час Скоростной Транспорт Городской До 150 Грузовой До 150 Конечно же Есть еще Передвижение В фар Вакууме Которым Уже Заинтересованы Объединенные Арабские Эмираты Наши официальные Партнеры Это Передвижение В разреженной Среде До Полторы Тысячи Км в час Технология Юницкого Которую Он еще 20 лет Назад Предлагал Говорит Я Он Когда Говорит Я эту Технологию Разработал И придумал Тогда Когда Илон Маск Был еще В детском Саду Поэтому Когда Вы смотрите На Гиперлуп И видите Все его Недоставки Вы понимаете Что это Даже Не близко Поэтому Дамы и господа Всех прошу Заходите На официальный Сайт Анатолия Юницкого Юницкай Точка Инженер Развивайтесь Интересуясь Это Гораздо Интереснее Любого Художественного Фильма Или Книги Потому Что Это Та Информация Которая Дает Понимание Нашей Жизни И нашей Планете И Та Информация Которую Можно Использовать Для Улучшения Жизни Этой Планете И Своей Собственной Жизни Вместе Со Своей Семьей Струнные Путевые Структуры Смогут Интегрироваться Куда Угодно Потому Что Они Есть Разного Типа Разной Жесткости Разного Веса Например Как Жесткая Структура Как Берельсовая Ферма На ней Может быть И подвесной Транспорт И навесной То есть Она Самая Крепкая Для Многосоставных Поездов Например Или Сверхскоростного Крепкая Трасса Может быть Полужесткая Уже С меньшим Пассажиропотоком Меньше Нагрузок Реже Можно Делать Анкерные Опоры Промежуточные Опоры Что Уменьшает Стоимость Уменьшает Так Скажем Эксплуатацию Гибкая Рельс И Супер Легкая То есть Еще Несколько Видов Так Скажем Которые Могут Помочь Решить Даже Самые Отдельные Участки То есть Там Где Например Решение Последнего Километра Где Маленькая Деревня Где Живет Сто Маленькая С маленьким Пассажиром Потоком И чтоб Сама Трасса Стоила Недорого Чтобы Эта Волость Либо Этот Город Либо Эта Страна Могли Позволить Себе Подобную Трассу И Струнный Транспорт Второго Уровня Именно Такое Страна С любым Экономическим Положением Сможет Поголить Себе Подобный Транспорт При том Что Эффективность Его Будет Гораздо Выше Чем Все Что Сейчас Считается Традиционным Потому Что Посмотрите Насколько Все Просто Пучки Струн Предварительно Натянутые Мы С ними Встречаемся Мы Всегда Видели На Гитаре Например Мы Можем Именно При Натяжении Становится Полезность Ее Мы Можем Использовать Потому Что По Факту Метал Что Мы Можем Сделать Метал Мы Можем Растянуть Можем Сжать И тут Мы Получаем От Его Растяжения Огромную Пользу Когда Мы Его Растягиваем И Так Скажем Все Напряжение Напускаем Через Анкерные Опоры На Земную Кору То У нас Получается Легкий Ажурный Ровный И Крепкий Путь По Которому Может Ехать Ажурное Легкое Транспортное Средство То То Таким Способом Мы Ходим Любые Преграды Любые Озера Любые Овраги Реки Можем Проходить Над Домами Над Лесами То 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 Этот Транспорт Развязывает Руки И ноги Абсолютно Всем Людям Потому Что Мы Наконец То Можем Строить Не В Зависимости Практически От Рельефа И Это Будет В Десятки Раз Экономичней Что По Месту Что По Материалу И То Вот Эти Пучки Струн Главная Основа Но Дальше Пучки Струн Они Специальном Корпусе Рельса Который Наполнен Специальным Бетоном Разработка Наших Инженеров Шумопоглощение Антикоррозийное Свойство И Укрепление Фиксация Струн Внутри Корпуса Рельса Это Очень Важно Особенно При Высоких Скоростях Опять же Если Вы Дете На Официальный Сайю Нискай Точка Инженер Вы Скорее Всего Найдете И Увидите Почему Это Важно И Как Мы Сможем Передвигаться 600 Км В час По Подобным Рельсам И На Этом Корпусе Рельса Стоит Стальная Головка Рельса По Которому Идет Стальное Колесо С Коэффициентом Полезного Действия 99% То есть Нет Ничего Эффективнее Пока Стального Колеса По Стальному Рельсу Передвижение Потому Что Все В каждой Детальке Достигается Новые Высоты Которые Конечно Подходят И как раз Необходимы Человеку 21 века То есть Таким Способом У нас Суперэкономичные Легкие Трассы С максимальной Эффективностью По ней идет Транспортное Средство Легкое С остальными Колесами С идеальной Аэродинамикой С помощью Которую Опять же Мы делаем Суперэкономичным И Суперскоростным Наш Транспорт И это все В масштабе В огромном Пассажиропотоке То есть Просто Этот транспорт Может заменить Абсолютно Любой Тот Который Мы сейчас Имеем И конечно же Разные типы Трасс То что я говорил Бирельсовые В которые Внутри Может быть Встроено Еще и Электричество Еще Инфраструктура Энергетическая И информационная Инфраструктура Интернет Плюс Транспортная То есть Туда Куда Сейчас Трудно Добраться Можно будет Легко Построить Струдный Транспорт И у человека Там будет Уже Все Что ему Необходимо Для развития Полужесткий Рельс Гибкий Рельс То есть Супер Гибкая Технология Подходящая Абсолютно Под Под Любые Задачи С Пассажиропотоком С Учетом Ее Автоматизации Таким же Высоким Как Сейчас Может Дать Метро В любом Городе Где За Миллион Человек Уже Двигаются Смотрели В окошко Наслаждались С высоты Птичьего Полета Нашей Прекрасной Планеты Это Наши Возможности И это же Электромобили Которые Уже Скоро Будут Летать Абсолютно Везде Простой Как бы Электромобиль Хотя Они Не Проще Чем Авиация И С гораздо Более Лучшей Аэродинамикой Потому Что Нет Укрейли Вот И Такой Транспорт Может быть Использован Как с Аккумуляторами Если Это Необходимо Например На новых Трассах Или Там Где Это Например Небезопасно В каких-то Регионах Либо От Контактного Рельса Тогда Еще Вес Транспорта Уменьшается В нем Не стоят Аккумуляторы И Получается Его Разгон Торможений И Поддержание Высокой Скорости Становится Еще Экономичнее То есть Анатолий Эдуардович Действительно Сделал Наилучшая Возможность Нашими Искусственными Интеллектами И Конечно же Человеком Потому Человек В любом Случае Конечная Точка Он Управляет Всем Но Один Человек С помощью Всей Нашей Системы Может Управлять Трехстами Километрами Дорог С Тысячами Транспортных Средств Представляете Там Где Тысячи Например Грузовиков Было И Тысячи Людей Теперь Это Один Может Сделать Насколько Освободится Время Человека Даст Ему Возможно Заниматься Более Важными Вещами Более Серьезными Тем На что Действительно Можно Лучше Потратить Творческую Составляющую Нашей Личности И нашей Души С помощью Подобного Трансп Где Есть Машинное Зрение И Оно Предупреждает Видит И принимает Решение Уже По заложенным Организмам Алгоритмам Как Все Транспортные Средства Совокупно Будут Снижать Скорость И Приостановятся Если Что-то Необходимо Даже Самое Маленькое Транспортное Средство Внутри Имеет Около 250 Датчиков Для Полной Безопасности И комфорта Пассажира То есть Это Умный Транспорт Автоматизированная Закрывающая Технология Она Закрывает Потребности Человека И Освобождает Его От Этого Действия Не Нужно Больше Этим Заниматься И Представляете Какое Количество Времени Человек И Человеческий Фактор Больше Не Влияет На Вашу Жизнь И Жизнь Других Людей Потому Что Не Может Быть Аварийных Ситуаций Не Может Быть Боковых Столкновений Потому Что Все Транспортные Ветки Идут На Разной Высоте То Их Просто Нет Бокового Не Может Быть Спереди И Юни Скай Стрин Технологи Второго Уровня Именно В 2000 Раз Можно Оценить Подобную Безопасность Это Так скажем Перевернет Наш Мир Сначала Придет На Помощь Соседним Технологиям Транспортным Отраслям А потом Просто Заменит Заменит Как Когда-то Телефоны Мобильные Когда они Появили Заменили Пейджер Люди Просто Начали Выбирать То Что Им Действительно Необходимо То Что Для Них Действительно Лучше И Это Прекрасно Потому Что Теперь У нас Есть Мобильный Телефон И Теперь Он Еще Развился До Такой Степени Что Я Сейчас С Вами Через Него Разговариваю И Веду Данную Встречу А Это Всего Лишь Плиточка В нашей Голове В нашем Кармане И Эта Технология Транспортная Технология Настолько Умная Это Как Чтобы Выйти На Новый Уровень Освободить Наши Города Сделать Возможность Пассажирам Перемещаться В городах Действительно Быстро В первую Очередь Безопасно Потому Что Мы Ну Какой Есть Транспорт Такой Есть Вот Ну Как бы Так Но Эта Безопасность Она Действительно Нам Сильно Сыграет Роль Транспорт Может Быть Действительно Очень Разный Сам Супер Легкий То Любой Город Даже Корпорация Или Какой То Дом Отдыха Может Позволить Себе Подобный Транспорт Как Для Себя Например Вот Юни Винт Где Уже Более Двух Тысяч Метров Может Быть Между Анкерными Опорами Представляете Любой Овраг Любая Река Причем Поперек Квартала Можно По По Диагонали Квартала Можно Проходить Сквозь Здание С Помощью Данных Технологий С Подобными Технологиями У нас Есть Возможность Не только Построить Новые Города Но и Модернизировать Уже Существующие Города Множество Видов Транспорта Уже Так Скажем Изобретено И Проведено Сейчас Я вам Его Покажу Пассажирский Транспорт В широкой Ветке Уже На самом Деле 15 Транспортных Средств Железе Создано То есть Создано Испытано Продемонстрировано И большая часть Просертифицирована По ним Уже По этим Сертификатам Уже Строятся Первые Адресные Проекты А первый Даже Уже Построился То есть Перед вами Действительно Работающие Так Скажем Модули Которые Сертифицированы То есть Мы Сделали То Что Нам Необходимо И Эти Транспортные Средства Со Большую Эффективность Чем Другой Вик Транспорта На Этой Территории Такие Же Например Остановки Такое Же Время Но Такой Же Приблизительно Маршрут То есть С помощью Этой Технологии Мы Модернизируем Города Сделаем Безопасными Движения Внутри Городов Потому Что Просто Не Нужен Будет Транспорт Первого Уровня Мы Города Наконец-то Сможем Сделать В скором Времени Безопасными Безопасными Для всего И при этом Настолько Чистыми Что Если У нас В городах Будут Расти Какие-то Плодовые Кустарники Фрукты И прочее Это Можно Будет Кушать Потому Что Сейчас Уже В Некоторые Города Не Пускают С Двигателями Внутреннего Сгорания Нужно Пересаживаться На Электрокары Где Должно Быть Очень Высок Так Скажем Уровень Безопасности Люди Конкретно Двигаются В этом Направлении Конкретно Улучшают Так скажем Показатели Своей Жизни Думают О том Как минимум Те кто Становятся Родителями Начиная Думать О своих Детях Сразу Начинают Понимать О Вот это Совсем Нехорошо Не Ну вот Так Жить Нельзя Не Вот Это Делать Тоже Не Стоит И Сейчас Многие И Многие Люди Миллионы Людей Двигаются К тому Чтобы Участвовать В том Какая Жизнь На планете Земля В общем Должна быть Потому что Например Этот транспорт Юфлэш До 600 Км в час Мы сможем Передвигаться По всей Планете Представляете 600 Км в час Как увеличится Возможность Каждого Человека Которому Доступен Такой Транпорт Каждому Ребенку Который Может Съездить На экскурсию За один День В соседнюю Страну Либо Даже Через Несколько Стран За Несколько Тысяч Километров И Приехать В этот же День Домой Или Как Инженер Либо Какой-то Доктор Врач Хирург Например Может Сделать Невероятную Помощь Просто От того Что Есть Подобный Транп Притом Что Он Экономичнее Некуда В десяток Раз Экономичнее Чем Другие Транспортные Средства Таким Способом С Можем Придать Этой Земле Абсолютно Другой Облик Но А говоря О хорошем Я бы хотел Еще Добавить Немножко О приятном О приятном Это то Что те Кто стараются Спасти Эту Планету Для них Так скажем Будет И огромный Бонус Ведь Мы с вами Развивая Струнные Транспортового Уровня Становимся Совладельцами И Пассажироперевозок И Грузоперевозок То есть Всего Всех Направлений Струнных Технологий По Транспорту И Грузоперевозки Являются Одним Самых Прибыльных Бизнесов То есть Мы с вами Спасаем Планету Но при этом Создаем И один из Важнейших Пассажировских Так скажем Бизнес Перевозок Но Так же И перенимаем Сначала Приходим на помощь А потом Перенимаем На себя И разные Виды Грузоперевозок Вот Ютранс Это Разработка Месторождений Там где Не построить Дорогу Железную Дорогу Не проложить На вертолете Не вынести Потому что Это не рентабельно Там Ютранс Поможет нам Разрабатывать Любые уголоки Нашей планеты Ютранс Ютранс Разного вида Штучные грузы Сыпучие грузы Жидкие грузы Любые виды То есть Мы сможем Взять На себя Огромную Возь И причем Это будет Настолько Автоматизировано По сравнению Если бы Это как-то Было связано С железной Дорогой Или Автотранспортом Грузовиками Это Не то Что В 10 На порядок Гораздо Больше Разница Выгоды Экономической Разумности Конечно же И экологии Тоже И времени Но Одна из вещей Это Юниконд Юниконд Это то Что Взорвет Мир грузоперевозок Потому что 1 доллар За 100 тонн На километр Представьте 100 тонн Переместить На 1 километр Стоит Будет Всего 1 доллар И как Говорит Анатолий Эдуардович Это еще Не предел Того Что Смогут Делать Страны Когда Все это Будет Развито И Объединено То есть С подобным Транспортом Вэру Потребления Люди Именно Будут Владеть Транспортной Грузоперевозкой И будут Получать С каждого Проданного Транспорта С каждого Построенного Адресного Проекта С каждого Перевезенной Тонны С каждого Перевезенного Человека С каждого Билетика Мы будем Получать Свою Прибыль И причем Не один Раз А ежегодно Ежегодно Таким Способом Именно Сам Потребитель И станет Хозяином Так скажем Системы Доставки Что будет Приносить ему Огромную И прибыль И пользу Мы ускорим Это Следовательно Это будет Стоить Гораздо Быстрее Гораздо Меньше И приходить Гораздо Быстрее Нет Нету Нету Промежуточных Опор Нету Человеческого Фактора Нету Человека Который Занимается Множеством Как Так скажем Действий Как это Сейчас Происходит С обычным Традиционным Транспортом Это Уменьшает Расходы Следовательно Это уменьшает И количество Стоимость Продукты Которые До нас Доходят Следовательно Мы Быстрее Получаем Дешевле Получаем И еще раз Дешевле Получаем И при этом Еще и зарабатываем Если мы поддержали Или поддерживаем Данную технологию И являемся Ее совладельцем Юнитому Огромное спасибо И поклон до земли За то что он Дает возможность Человечеству И человеку Не какой-то стране Или какой-то семье Продать Данный Транспорт А Действительно Дать Это Самое главное Эту Можно сказать Народную технологию Именно народу Который будет Ей Пользоваться Конечно же Это не все И Огромное количество Дополнительных Разработок У Анатолий Эдуардович Например Как морской Порт Потому что Потрясающее Решение Как можно Его автоматизировать Как уменьшить Расходы на Строительство Порта На его эксплуатацию Любой вид Транспорта Может на шельф Море Подойти Еще Море Дно Еще прямое И там Вот такой Вот порт Откуда Автоматизировано Уже грузы Отправляются В нужное направление То есть С помощью Таких технологий Мы сможем Сами Действительно Улучшить Все Что сейчас Происходит И Все тестирования Проходят Отлично У нас Два Испытательных Центра Они прекрасно Работают Они прекрасно Развиваются Принимают Делегации Демонстрируют Испытывают И сертифицируют Так скажем Все то Что было заверено В краудинвестинговом этапе И сейчас Мы на пятнадцатом этапе Из пятнадцати Дамы и господа Конечно же Есть все Финансовые Аудиты За каждый год Вы можете найти их На сайте Sky World Community Конечно же Есть и документы И white paper И видео И Так скажем Вы можете прогуляться И по РД центру Экотехнопарка В Беларуси Увидеть Приехать В парк От акварель И пройтись Мимо трасс Увидеть Как это все работает Так скажем Увидеть Что это все реально Я лично Сам трогал Это все Собственными руками Обнимал Катался И радовался То что Люди сейчас Настолько мощны Что объединившись Как единый Здравомыслящий Организм Люди Решают Теперь В какое направление Они будут Двигаться Куда Должно двигаться Человечество Какие технологии Должны быть В приоритете Какие технологии Мы хотим И эти технологии Делать И кроме Пользы Самих технологий Еще быть И владельцами Этих технологий Получая прибыль И дальше Развиваясь То есть Развивая И новые технологии И новые проекты Не обязательно Все это должно быть Только здесь И только этот ученый И все Нет Каждый человек Выбирает сам Просто я уверен Когда вы изучите Немножко Анатолия Эдуардовича И его работы За последние 40 лет Вы поймете Что Боль комплексного Подхода К проектам К проекту жизни На нашей планете Так скажем К тому Как бы мы могли жить Здесь как в раю Я не нашел Я не знаю Я очень много искал Я не нашел никого Кто настолько же готов К будущему Как Анатолий Эдуардович Ведь его здание Сушко-Роман Конкретно Отвечу вопрос По транспорту Про километр постройки Скажем так Обычная трасса Будет стоить Приблизительно Километр 4% От стоимости метро Скоростная трасса Приблизительно 10% От стоимости Например Магнитного То есть В 10 раз Но Когда говорят Сколько стоит От 1 до 20 миллионов Приблизительно За километр Приблизительно В специальном Испании Может быть по-другому Но все зависит От того На какой высоте Какой пассажиропоток Какое количество Транспорта Будет ездить Следовательно Насколько крепкая Трасса Подвесной Навесной Как часто Остановки Какая подготовка Необходима То есть Есть стадии Развития адресных Проектов Там 4 пункта Первая Договор Сотрудничества И предпроектные Работы Которые дадут Полную стоимость Потому что Необходимо Приблизительную Полную Приблизительную Стоимость Потом идут Проектные Работы Самая дорогостоящая И сложная Часть Потом идут Строительные Работы Что в нашем Случае Уже не так Сложно И долго Потому что Ажурная Конструкция И потрясающая Система Юницкий Разработал Как она Будет устанавливаться Как эти трассы Будут клепаться Очень быстро Ведь 150 лет назад В день Руками Кирками И лопатами Строили по 30 километров Железной дороги В день Представляете Что мы сейчас В 21 веке С такими вот Технологиями При том Что у нас есть Искусственный интеллект Роботы Автоматизация Там И так далее То есть Мы сможем Очень-очень быстро Это реализовывать Надеюсь Я ответил Роман На ваш вопрос И Это вопрос Вообще Никакой политики Здесь нет Мы занимаемся Инновационными Экологическими Технологиями Те страны И те корпорации Которые заказывают Себе подобные транспорты Им абсолютно Вообще По барабану На политику Потому что Они занимаются Другими вещами Как и я Линейный город И этот транспорт Транспорт Это первый Из проектов Который Сейчас Завершается Далее Уже В экотехнопарке Показано Эко-дома Здания Которые могут Себе сами Обеспечивать Здания В которых Уже внутри У вас в гостиной Цветущий сад И чем больше Людей живет В этом здании То есть Вся Все водоснабжение И циркуляция Воды сделана так Что Вся эта зелень Она растет Только больше То есть Дом еще лучше Цветет Когда в нем Живут люди Также Это дома С зеленяемыми крышами С оранжереями Либо теплицами То есть Разные типы И Следующие технологии Которые Придут к нам Это конечно же Будет И гумус Вновление почвы Так скажем Как С помощью Бурых сланцев И Точнее Усланцев И бурого угля Микроорганизмов Делать Получение Электроэнергии Чистой И Как побочный Продукт Гумус То есть Плодотворное Почва Черноземного Типа Которая Будет Как в жидком Так и В густом Виде Которую Можно использовать Каждый у себя И сейчас Это можно Так скажем Уже Заказать С Белоруссией Но что Будет в большом Масштабе В большом Производстве И этим Можно будет Вплоть до того Что озеленять Пустыни Настолько Будет важная Часть Нашей земли И Именно Автоматизировано Не то что Ее нужно будет Постоянно вовлять А это Развитие Как сделать так Чтобы Автоматически Наша природа Развоздать ей Просто наилучшие Возможности Для этого И Другие проекты Действительно Показывают Ту же самую Философию Которую мы Видели в начале Полная чистота Разумность Использования Никому не вредить Возобновляемые Виды энергии И это пойдет И к электричеству И к домам И к эко-поселениям И к линейным Городам То есть Линейные города Из которого Вы с любой точки До любой точки Сможете добраться Либо с одной пересадкой Либо вообще Без пересады И Каждый Эко-город Такой линейный город Кластерного типа Может от двух До десяти тысяч человек В нем прорывать И там внутри Уже есть все Для жизни человека Полное снабжение Электричеством Здание доминанта По центру Транспортное Сообщение В этом же здании И далее Полное питание Все в пешей доступности Для здоровья человека То есть Десять тысяч человек Будут жить Абсолютно Не завися От всей Окружающей планеты Почему Юницкий Может сделать Такие серьезные Изъявления Потому что Это упрощенная Технология Его космической Программы Потому что Он разрабатывал Все это Для космоса Где вообще Нету Таких Так скажем Прекрасных Показателей Типа Тепла Воды Кислорода Чтобы дышать Вот Или гравитации В котором можно было Поступать Поэтому Как говорит Анатолий Эдуардович Это упрощенная система Тут вообще Все просто и понятно Дамы и господа Это будущее Действительно В наших руках То есть С помощью этого Этих технологий С помощью Анатолия Эдуардовича Низко С помощью той команды Которую мы создали С помощью тех мощностей Тех десятков тысяч Квадратных метров Офисных площадей Наших заводов Обеспеченных Так скажем Уже Серьезными мощностями И наша инженерная школа Та поддержка Просертифицировали Просертифицировали Деньги Электростанция Электростанция Технологии Технологии Которые дадут нам Абсолютно Никому другому Это наши возможности Это наше будущее Я его уже вижу Я его уже коснулся Я уже одной ногой Попробовал Так скажем Его На вкус И это действительно так И то Что сейчас Первый адресный проект Unilite Он уже осуществлен Он уже осуществлен Он уже проходит Самые последние Там Проверки Для того Чтобы Так скажем Максимально Пользы И информации Снять С Так скажем Этого проекта Проводен полный путь От момента заказа Фермерским хозяйством У инжиниринговой компании И полный Вот этот вот процесс Как договоренность Предпроектные Проектные Строительные Пусконаладочные работы Все Это получение Прибыли Транжи Налоги Все было проделано Мы опять же Модернизировали В данный момент Это уже конечно Не первый проект Это первый проект Который сделан У нас еще Минимум Четыре Так скажем В процессе Какие-то из них Строятся То есть Мы увидим Как Скоро нам объявят О новых Скажем Наших успехах Но точно знаем Что мы уже готовы Принимать Действительно На качественном уровне От дум От президентов От мэров городов Вопросы Предложения Запросы на строительство Трасс Как например Здесь Вот здравствуйте Я мэр города Из Далгопилса Я хочу Чтобы в нашем городе Была такая эффективная Так скажем Повышающая Нашу экономику И безопасность Система Вот например С одной части города До другой части города Одну трассу И поперек Еще одну трассу И там По 20 транспортных средств На одну и на другую С разным По шажиропотокам Чтобы можно было С утра Определенно пускать Вечером другой Поехали То есть Все это уже настроено На таком уровне На 15 этапе Сейчас находится наша компания Вы можете зайти на сайт Unitsky.com Например И вы увидите Это наш салон продав Куда уже можно зайти Заказать Если у вас есть корпорации Вам нужны Грузоперевозки Например Какие-то Или транспортные перевозки На территории Вы уже можете Это прийти На сайт Заказать С вами свяжутся И вы Инициируете Развитие Адресного проекта То есть Это Полная реальность Сейчас Она перед вами Мы это уже сделали Назад дороги нету Ничего Так скажем Плохого Не может произойти Какие-то задержки Временные Еще могут произойти Но в общем целом Ничего Ничего не сделается Ведь Просто посмотрите Сколько Субтитры сделал DimaTorzok Дамы и господа Это сильнейшая Сильнейшая технология Сильнейшая технология С сильнейшими мощностями Которая может делать Действительно передовое Те специалисты Которые у нас сейчас работают Таких нет Юницкий создал Нашу инженерную школу Потому что То что мы сейчас делаем На передовом уровне Например Как работа в 3D Experience Она только Это разработка В виртуальной среде И там где люди С разного планеты В реальном времени Могут над одним И тем же работать Мы уже являемся Экспертами Были в Москве Представления Так скажем Огромные форумы Уже наши Из нашей компании Юнискай Стринг технологии Приглашали Экспертов Приглашали Наших Чтобы они Видели Как они работают С этой программой И насколько успешно Она дает Возможности Реально работать В виртуальной среде То есть мы можем Полностью пройти Весь путь Создания нового Транспортного средства Не потратив Практически Ни копейки На материалы И уже На этой разработке Выявить Все проблемы Которые только можно И модернировать их И так В каждой сфере Более 80 сфер Более 80 конструкторских бюро У нас сейчас Которые занимаются Всем этим Дамы и господа Мы с вами На пороге Революции Транспортной революции Технологической революции Запомните Премию мира Юнистский получил За всю серию Эко-мир А мы делали Лишь маленький Первый проект Сейчас пойдут следующие И от каждого человека Зависит Как минимум Сколько вы знаете Об этом Юницком Об этом Ученом Анатолий Эдуардович Один человек Который может Изменить всю Историю человечества Ведь По его словам Нам До точки Невозврата Расшатывания Нашей планеты Около Двух поколений То есть Приблизительно Через 40-50 лет Если мы продолжим Тем же Как двигались Последних 20-30 лет То Мы не спасем Нашу планету Но перед Вам есть возможность Которую Можно сделать И убедитесь в этом Только тогда Когда уделите Хотя бы Несколько часов А лучше Несколько дней Потому что Мне 5 лет Не хватило Чтобы изучить Ту фантастику Которую Сумел В реальности Осуществить Этот гениальный Ученый Но хотя бы 2 часа Вам уже Покажут Что Количество Его знаний Его решений Действительно Являются Самыми Эффективными Как единственное Хотя бы Что он может Сделать Минимум Узнать Об этом Узнать О Юницком Узнать О его технологии Узнать О мире И узнать О транспорте Который Уже Показывает Как работает Этот человек Его команда Все люди Как работает Такой вид Развития Проекта Технологии И продукта И Либо Просто Знать И поделиться С другими людьми Тем Для кого Это может быть важно Либо Участвовать Потому что Все то Что вы увидели Создано С помощью Таких людей Как вы И я Миру По нитке Люди Объединились Те Которые Почувствовали Что они могут Заботиться Не только О себе И не только О своей семье Но больше О чем О большем Не только О своем городе Или своей стране А оно О большем Не о континенте А обо всей планете В целом И не только Для человечества А его живого На земле Абсолютно Для всего живого И все Что вы видите Это создано Потому что Люди Уделили свое время Внимание И энергию И то Что получилось Частичку себя Передали В этот проект Этому ученому На первых этапах Не было ничего Из того Что вы видели Была только Идеология Того Что мы делаем Куда мы стремимся Сейчас Юницкий В пятнадцатый раз В пятнадцатый этап Доказал Что он То что делает То и говорит То что говорит То делает Все делает успешно Все действительно Показывает Сидные и лучшие стороны Это наша с вами победа Дамы и господа Потому что С помощью Подобной Налогии С помощью Подобного Проекта Мы докажем Что человечество Способно влиять Способно Изменить Устройство Городов Способно Изменить То как мы Будем торговать Работать И путешествовать Способно Изменить Облик мира Облик нашей Жизни Дать Абсолютно Всем людям Равные Транспортные Возможности Потому что Это Очень Очень Многого Стоит Если у вас Есть автомобиль Или вы живете В мегаполисе Где есть Разный вид транспорта То Это Мы не так Чувствуем Отсутствие Или какие-то Транспортные Проблемы Как те люди Которые живут В Индии Или в Индонезии В Южной Америке В некоторых странах Африки И так далее Там Очень Необходим Транспорт Но не могут Себе позволить Другой А теперь Смогут себе Позволить Гораздо Лучше За гораздо Меньшие Ресурсы И Каждый Может Оставить В данном Проекте Каждый Может Оставить Свой След В Своей Истории И В истории Всего Мира Тем не менее От того Что мы Занимаемся Благодарительным Делом Вознаграждение Нас Не Оставит Ведь Огромные Дивиденды Каждый Год Уже Начиная С 25 Года Это Официальная Информация В этом Году Мы вышли На Само Окупаемость В следующем Году Мы Вводим На Само Финансирование И у нас Будет Уже Прибыль Так Скажем И В 25 Году Мы Получаем Первые Дивиденды По Итогам Прибыль 24 Года То есть Понимаете Даже при том Что 15 Этап Еще Не закончен Под тем Сертификатом Который Мы Уже Сделали И По Тем Адресным Проектом Которые Уже Запущены Все Процессы Пошли Поэтому Я и считаю Это Победой Никто Не Говорит Как и Я Не говорю Что Нету Рисков Риски Есть Всегда Даже Жить Местами Опасно Просто Сидеть Дом И Дышать Потому Что От Этого Тоже Умирают Но Нужно Наслаждаться Этой Жизнью И Делать Из Этой Жизни Как Из Своей Так Из Окружающей Лучшее Что Только Возможно Я Считаю Что Именно Такая Технология Сегодня Была Перед Вами И Мы Вы Набрали Аргументов Как Минимум На То Чтобы Изучить Официальный Сайт Анатолия Юницкого Юницкай Точка Инженер Потому Что Мы Строим Новое Будущее Мы Собираемся Владеть Совладеть Тем Что Будет Это Будущее Провозглашение Технологии С Помощь Которых Мы Живем И Наше Наследие Наше Совладение Будет Перед По Наследству Сначала Нам Потом Нашим Детям Нашим Внукам Но Пользу Прибыль Экологию И Безопасность Она Начнет Приносить Уже Сейчас Уже В этом Пятилетии Уже Начнется Польза От того Что мы С вами Сделали Поэтому Дамы и Господа Еще Каждого Человека Должна Необходима Просто Каждому Человеку Возможность Хотя бы Один Раз Услышать О Подобной Технологии Об этом Ученом Но Для того Чтобы Каждый Человек Мог Аргументированно И Взвешенно Принять Это Решение Пожалуйста Уделите Хотя бы Для того Чтобы Узнать Кто Такой Анатолий Эдуардович Ницкий Какие Возможности У этого И Конечно Что Произойдет Нашей Планетой При Всех Осуществленных Технологиях Анатолия Эдуардович Ницкого Потому Что Мы Ставим С вами Космической Цивилизацией Можно Так Сказать Но Как Это Вам Придется Узнать Самостоятельно А Пока Дамы и Господа Обращайтесь К тому Кто Вас Пригласил На эту Встречу Пишите Мне Корпоративную Почту Вы сможете Ее Увидеть В чате После Завершения Данной Встречи Либо Чуть Выше Если Поднимете Заходите На Официальный Sky Sky World Community И посмотрите Там Есть Все Документы Там Есть Все Необходимое Для Того Чтобы У вас Были Все Знания Для Принятия Решения Пройти Мимо И оставить Этот Мир С Тем Направлением С Которым Он Идет Без Вас Либо Стать Частью Мира В котором Действительно Хотите Жить Пятнадцать Этапов Более Восьми Лет Шестьсот Тысяч Человек Сделали Свой Выбор За что Я их Благодарю А вас Дамы и Господа Я благодарю За ваше Внимание Спасибо Большое Что Сегодня Направили Ваше Внимание Именно Сюда Ведь Именно Куда Направлено Внимание Человека То И Растет Поэтому Светлана Юрис Елена Николай Марина Георгина Татьяна Денис Ирина Александр И Роман Спасибо Вам Большое Что Сегодня Ваше Внимание Было Направлено Именно Сюда Я Рад Что Наш Так Скажем Мир Есть Имеет Таких Людей Как Вы Которые Готовы Своё Личное Время Тратить Для того Чтобы Взращивать Себя На уровень Планеты На уровень Того Что Мы Живем В Потрясающем Космическом И от нас Зависит Какой Он Будет Уже В следующем Году И Какой Он Останется Наш Летен Мы Получили Эту Планету И Наследство От наших Родителей Мы Берем Ее Взаймы У наших Детей Давайте Сделаем Из этой Планеты Рай Сделаем Из этой Планеты Мир В котором Хочется Родиться Я Благодарю Вас Будьте Здоровы Дышите Пожалуйста Гудже Рад Поделиться С вами Тем Что Может Изменить Не Только Ваша Жизнь Но И Всю Жизнь На Планете Земля До Новых Встреч Дамы И Господа Будьте Здоровы Улыбок Улыбок Желаю Вам Улыбок 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 Улыбок